Местом, где очередному сезону киловатт-децибел качественного звука и сногсшибательного мультимедиа дали отмашку, стал Новошахтинск. Провели мероприятия представители авторитетных звуковиков, богатых опытом в организации масштабных мероприятий. Наше направление СПЛ-шоу – это ограничение по звуковому давлению до определенной отметки, где участники показывают свое мастерство в плане крутилки громкости на магнитофоне. Продемонстрировать мощность и качество акустических систем собралось большое количество участников. Все автомобили, участвующие в соревнованиях, делились по классам для новичков, любителей и профессионалов. Мы первый раз сегодня проводим класс седан, то есть это исключительно машины-седаны, потому что они достаточно тяжелые в построении звукового давления. Также классы БАС-1, БАС-2, БАС-3, БАС-4 и БАС-5. Классы имеют ограничения по питанию, по дюймам сабвуферов, по наполнению, соответственно, автомобиля. Преподаватель автодела профессионального училища номер 61 рассказал о том, что его уроки проходят в необычном формате. В основном ребята приходят в второй, третий курс, когда появляются права, появляется автомобиль, у них интерес проявляется больше. Они приезжают также на своих автомобилях, что-то спрашивают, что-то просят, помогите, подскажите. А я вот так сделаю, как вы считаете, помогаешь всем, ведешь нам встречу, заинтересовать ребят, потому что это немаловажно. Юрий Александрович считает, что у каждого должно быть хобби. Идея, наверное, банальна, как у всех, еще с далекого 2000 года, когда появились права, появился первый автомобиль, появились различные фильмы интересные, журналы. Пошло, появился интерес, увлечение, меньше проводить времени на улице и употреблять то, что запрещено, а больше как-то пытаться чего-то достичь, показать людям. Все равно в своем роде это красота, которую мы пытаемся привнести. Шахтинец Николай Коротких участвовал в трех номинациях в качестве музыки, тюнингу и аэрографии. Тигры его окружают повсюду. У меня сын родился в год тигра, поэтому тема тигров сама собой выплала. У меня двое детей, два тигренка, но впереди я. Когда мы это начинали, это было 4 года назад, а сейчас сыну вчера исполнилось 15 лет, дочке вот в июне будет 17 лет. Первый раз участвующий в соревнованиях по автозвуку и тюнингу гость из Ростова рассказал о том, что его увлечение – дорогое удовольствие. Изначально хотелось подчеркнуть, выразить то, что было изначально заложено дизайнерами, но в своем понимании. Поэтому было переделано достаточно много как интерьера, так и экстерьера. Цена просто не секрет, сложность в том, что это было сделано в два этапа за полтора года. Ну, общее вложение – порядка 180-200 тысяч. В таком автонаряде и с таким звуком вы точно не останетесь незамеченными. Результаты замеров звукового давления судьи получали с помощью басметра. Прибор в течение 30 секунд замерял пиковые звучания трека. В одном из классов «Новошахтинск» представлял Александр Бондаренко. Его «Тойота» выдавила из себя 145,72 дБ. Это представитель нашего генерального спонсора колбасного завода «Темп». Сразу в пятый класс полный анлин заявили себя. Участники отметили, что гостеприимные организаторы, в том числе и местное отделение партии «Единая Россия», в «Новошахтинске» предоставили лучшую просторную площадку города, где не только все поместились, но и смогли отведать шашлык из мясного бутика. «Новошахтинск» желаю развиваться в плане автозвука. Соответственно, мы сюда еще приедем, устроим мероприятие, я думаю, еще громче, потому что обороты набирают, и если вы нас тут будете ждать, то, соответственно, мы сюда будем ездить часто, очень часто.